Здравствуйте! В прямом эфире новости с обзором главных событий дня в студии Полина Назарова. Хакасия получит из федерального бюджета больше 46 миллионов рублей на выплаты медикам. Дополнительные средства выделило правительство России. В общей сложности между субъектами распределят 10 миллиардов рублей. Средства пойдут на выплаты медработникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Отмечается, что деньги регионам выделены из резервного фонда правительства страны. Ослабить ограничения для общепита предложил Минэкономразвитие Хакасии сегодня на оперативном штабе при правительстве республики. За обоснованные и рациональные меры высказался и глава региона. Подробности у Ольги Барловской. За сутки количество обращений в единый центр управления увеличилось почти втрое. Из анализа обращений мы видим, что сегодня более актуальные вопросы связаны с вызовом неотложной помощи врача НАРО 179 и справочной информацией 844. При этом обращения по больничным листам и результатам тестов снижаются. Сейчас нужно создавать запас лекарств на весь январь, поставил задачу глава республики. В ковидном центре Абакана все больше посетителей. Сейчас там работает пять врачей. Вчера была ситуация, когда заработала платформа по Москве. Много людей дозвонилось и получили ответы. Ответы, у кого были отрицательные, то есть выздоровевшие, они немедленно пошли за больничным листом. Сегодня мы усилили людей, которые закрывают больничные листы. Вопрос очередей решают в Черногорской поликлинике. Участковые терапевты начинают выходить с больничного. До конца недели очереди должны пройти. Министр экономического развития обратился к Роспотребнадзору ослабить ограничения для общепита. Предприниматели несут огромные убытки, 70% потерь. Работа общепита была ограничена до 23 часов, а сейчас ее урезали еще на час. Хочу просить оперативный штаб учесть информацию, пойти навстречу бизнесу, потому что на сегодняшний день, к сожалению, мер поддержки, как и республиканских и федеральных, их нет. Для общепита и мы несем колоссальные убытки в части тех же налогов, поступлений. Минэкономразвитие просит вернуть график работы до 23 часов и дать добро на новогодние корпоративы на определенных условиях до трех ночи. Тем более общепит на последних местах по степени распространения коронавируса. Но позиция Роспотребнадзора непреклонна. Вот эти инфицированные закрыты помещения, когда под влиянием алкогольных напитков снижается самоконтроль и, понятно, несколько рискованных убедений начинается гражданами, понятно, что инфицирование возможно и будет распространяться дальше инфекция. Поэтому сейчас вы говорите о том, чтобы что-то ослабить, но у нас основания нет. Татьяна Николаевна, когда я правильно понимаю, что у вас нет четкого понимания, что изменилось за час урезания работы общепита? Я уверена, что этот час не влияет никак на заболеваемость. И говорить, что вот именно с 10 до 11 там сама начинается гулянка, когда люди теряют разом и начинают друг друга обниматься, ну, знаете, кому напиться, то ты до 10 напьешься. Поэтому, мне кажется, уже все наши меры должны быть, ну, какие-то адекватные. И полностью уничтожить бизнес я тоже категорически против. Власти республики не против мер, но они должны быть обоснованными и эффективными. В общем, и Виктор Николаевич, и Татьяна Николаевна, к завтрашнему дню я жду все-таки какой-то согласованной позиции, четкой позиции от Роспотребнадзора с аргументацией. Ну и просьба все-таки учесть те чаяния, которые есть у предпринимателей, и позицию Министерства экономического развития. На следующем заседании штаб готовится принять решение с учетом интересов бизнеса, которое одновременно не осложнит эпидемическую обстановку в республике. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС. Между тем, эпидситуация в регионе практически не меняется. За сутки в Хакасии лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Саиногорске 63 человека. Количество тяжелых больных и тех, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких, по сравнению со вчерашним днем, не изменилось. 203 и 15 пациентов соответственно. В общей сложности в Хакасии зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев COVID-19. Выздоровевших в разы больше, чем накануне. Справились с болезнью 162 пациента. Нужно вылечить зубы? Отправляйтесь по новому адресу в Абакане. Стоматологическая помощь теперь оказывается в Почертыгашево, 61. Это здание бывшего роддома. Такое решение приняли сегодня в Минздраве Хакасии, чтобы разгрузить действующее помещение Почертыгашево, 67. Поток жителей республики только за сутки больше 350 человек. Сейчас здесь лечат зубы только детям. Взрослых отправляют в бывший Абаканский родильный дом, но только днем. Важный момент. Ночью за помощью нужно обращаться в привычное здание, в бывшую детскую стоматологию. После того, как мы подготовили паспорт готовности по адресу Чертыгашево, 61, по открытию взрослого отделения, соблюли все меры безопасности, соблюли все предписания Роспотребнадзора, мы сегодняшнего дня открываем прием взрослого населения по адресу Чертыгашево, 61, где будет в полной мере оказываться терапевтическая стоматологическая помощь для взрослого населения, также хирургическая стоматологическая помощь. Прием будут вести на втором этаже. В распоряжении врачей 9 кабинетов, 8 терапевтических и 1 хирургический. Для пациентов в стоматологии предусмотрен отдельный вход. В настоящее время специалисты не оказывают плановую помощь. Стоматология только для экстренных и неотложных больных. По всем вопросам можно позвонить в регистратуру, номер указан на экране. Полина Назарова, Андрей Доржул, РТС. Мобильный военный госпиталь, развернутый на базе реабилитационного центра в Черногорске, получил ценный груз больше 150 килограммов медикаментов и средств индивидуальной защиты. Военные медики получили антибиотики, жаропонижающие средства и другие лекарства для лечения коронавирусных больных. Поступивших медикаментов хватит примерно на месяц. Напомним, в госпиталь на долечивание переводят пациентов из Абакана, Черногорска, Саиногорска и Усть-Абакана. В основном это люди от 50 лет и старше. Врачи Хакасия, работающие на передовой в борьбе с коронавирусом, удостоены высоких государственных наград. Ордена и медали медикам вручил сегодня в торжественной обстановке глава республики. В правительстве чествуют врачи Саиногорска, Черногорска, Республиканских больниц. Эти специалисты помогают больным коронавирусом. Тяжелые дежурства продолжаются и по сей день. Вера Васильевна Зимина, врач-инфекционист Саиногорской больницы. За большой вклад в борьбу с коронавирусом, ей и другим медработникам, указом президента, вручен орден Николая Пирогова. Госнаграда учреждена в этом году в условиях пандемии. Я была первая пациентка, робость такая была, к ней подойти. А сейчас уже мы все это адаптировались к этой инфекции. Мы ее уже не боимся. Работы, конечно, очень много. И, как сказать, устаем. На строй, конечно, нужно работать, продолжать работать, помогать больным. Всего восемь врачей из Хакасии стали кавалерами ордена Пирогова. Медаль Луки Крымского вручена Нине Зумбаревой, старшей медсестре Черногорской больницы. В нашем регионе такие высокие награды вручаются впервые. Это, конечно, тяжелый физически, это тяжелый профессиональный труд сегодня. И вы сегодня, я считаю, что присутствующий здесь, это, Валентин Олегович, это малая часть наших коллег, которые сегодня точно так же, сегодня сутками работают. Поэтому вам сегодня, как бы от лица нашего всего сообщества, низкий поклон и благодарность. Еще несколько специалистов получили звание заслуженный врач республики Хакасии и почетные грамоты правительства республики. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС Выставка Ангелина Сэм в Абакане. Шубы со скидкой до 70%. В ДК Победа с 30 ноября по 6 декабря. Каждая шуба со скидкой. Три кита развития любого бизнеса, и нашего в том числе, будь то услуга, будь то продукт. Это прежде всего любовь к тому, что ты делаешь. Это постоянное совершенствование, постоянное обучение и хорошая команда. Как развивать свой бизнес? мойбизнес.рф В Хакасии ищут пропавших еще летом женщину и ребенка. На связь с родственниками Евгения Титова и ее 8-летний сын Ярослав Хвосточенко не выходят еще с лета этого года. Полиция просит помочь в поисках. Женщине на вид около 30 лет. Европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы длинные, темные, глаза карие. Родители Евгении предполагают, что они вместе с сыном могут находиться в Ярославской области. Всем, кому что-либо известно о разыскиваемых, просят сообщить по номеру 102. Наболевший вопрос жителей массива Заветного, расположенного в Бейском районе, может решиться уже в ближайшее время. Эту историю мы уже рассказывали в эфире РТС. И после выхода материала начались подвижки. Что будет сделано, расскажем. Эта история могла тянуться вечно, если бы не огласка в СМИ. Жители Заветного бились за свои дома. Собственники жаловались на главу района. Уже 10 лет мечта у них одна – зарегистрировать свои жилища. Мы готовы платить налоги. Мы готовы платить и страховать свое имущество. Хочется, чтобы было все узаконено. Пожалуйста, примите нас на свой счет. Мы будем работать и жить в данном городе и во благо, так сказать. Зависшие между небом и землей люди обивали пороги местной администрации. А когда терпение лопнуло, обратились напрямую к главе региона. Правительство республики выделило Бейскому району миллион рублей. Чтобы начать работу по переоформлению земель, принято решение включить Заветный в границы Сабинского сельсовета и отнести к селу Калы. Подвижки есть, администрация Бейского района подготовила необходимые документы. На сегодняшний день сделаны Бейским районом выполнены работы по описанию координат данной территории, чтобы она вошла в Сабинский сельсовет. Дальше был заключен еще один контракт и выполнены работы. Сегодня есть информация, что сданы работы по текстовому описанию, которое необходимо, именно это текстовое описание, необходимо для принятия закона республики Хакасия. И параллельно ведется работа по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план. Дальше потребуется выйти с инициативой в Верховный совет. Только республиканские парламентарии могут внести изменения в закон о границах Бейского района. Если все пройдет гладко, то проблемы заветного заслушают уже на ближайших сессиях. Есть надежда на то, что Новый год исполнит мечту – прописку в своих домах, за которые не принесут штраф, как незаконно возведенное жилье, и не заставят его сносить. Полина Назарова, РТС. В санатории Хакасия одни из самых востребованных в Сибири. К такому выводу пришел специализированный портал Санатории России РФ, который составил список самых популярных мест отдыха россиян этой осенью. По данным портала, Хакасия вошла в шестерку сибирских регионов, куда чаще всего направлялись туристы на санаторно-курортное лечение. Специалисты отмечают, что стоимость оздоровительного отдыха в Сибирском федеральном округе в среднем составляет чуть меньше 3000 рублей в сутки. В цену включено не только питание и проживание, но и медицинские процедуры. В топ самых востребованных направлений наряду с Хакасией вошли Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области. А сейчас мы познакомим вас с подборкой законов и правил, которые заработают в наступившем декабре и коснутся жизни многих россиян. С 1 декабря медицинский работник, получивший не вовремя или не полностью стимулирующую выплату за работу с ковидными пациентами, может пожаловаться на нарушение в электронной форме. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг. По каждому заявлению будет проводиться проверка. С 3 декабря уточняются требования к удостоверению на право вождения автомобилем. Теперь в верхней части лицевой стороны водительских прав будут расположены надписи на трех языках – русском, английском и французском. Кроме того, обновился перечень сведений, которые необходимо внести в паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации. Особо отметим, бланки ПТС и свидетельства старого образца можно будет использовать до 1 января 2025 года. Также с декабря льготники смогут дистанционно покупать билеты на электрички и поезда уже с учетом положенной им скидки. Как ранее объяснял премьер-министр Михаил Мишустин, то есть им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу. Операторы, продающие билеты, будут сами получать все данные через федеральные информационные системы. 31 декабря истекает срок выбора, как работнику ввести трудовую книжку в привычном бумажном виде или в новом электронном формате. Те, у кого нет возможности подать соответствующее заявление до конца года, например, безработным или родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сделать это позднее в любое время. Отметим, что переход на новый формат введения трудовой сугубо добровольный. Сейчас об изменении законодательства, касающегося культурного наследия. С 3 декабря редкие музыкальные инструменты, чтобы вывести за границу, придется маркировать. Например, на скрипку и смычок поставят уникальную метку и выдадут паспорт. Документ оформляет Минкультура, он действует 10 лет. Как полагает законодатель, новая схема должна защитить культурные ценности от нелегального вывоза и упростить для владельцев инструментов действующую процедуру. Обратный отчет пошел. До Нового года остается 30 дней. Тем не менее, администрация Абакана одна из первых начала подготовку к празднику. В Черногорском парке сегодня устанавливают каркас главной городской елки. Продолжение следует...